Опущение желудка или то, что прежде в народе называлось опущением золотника. Мы все чаще и чаще получаем от вас, уважаемые дамы и господа, вопрос, с чем связано опущение желудка, чем оно опасно, почему такая проблема возникает все чаще и чаще. Я хочу ответить вам на этот вопрос буквально следующим образом. Дело в том, что опущение желудка прежде, еще несколько лет тому назад, 20-25 лет тому назад, имело тенденцию у тяжело трудящихся, у тяжело работающих людей, у переедающих людей. И, что характерно, это был возраст свыше 45 лет, а именно от 45 до 52 до 53 лет. То есть, по мере того, как угасала фертильная активность человеческого организма, снижалась мышечная и нервно-мышечные взаимоотношения между желудком и поддерживающим его системами, то в настоящее время опущением желудка все чаще и чаще страдают именно молодые люди. И как раз таки опущение желудка диагностируется во время проведения или спонтанных, или специально проводимых ультразвуковых исследований. Основным, с чем это связано? Это связано с тем, что молодые люди все чаще и чаще находятся за компьютерами в системе нерегламента пользования компьютером, идет снижение мышечной активности, наши руки подобны периметру или площади экрана, то есть, у нас идет напряжение на диафрагму, которое рефлекторно отражается на состоянии кардиального отдела пищевода желудка, и рефлекторно через корпус или через тело желудка отдаются калерические отделы. Поэтому, естественно, молодежь все чаще и чаще начинает страдать именно от опущения желудка и по этой причине. Другая причина – это массовое увлечение фастфудом, это массовое увлечение газированными, очень сладкими напитками, когда идет перераздражение нижнего отдела желудка, и желудку ничего не остается делать, как буквально, растягивается. Основным симптомом опущения желудка является выраженная активная пульсовая волна. Вот вы можете это увидеть, как моя рука в буквальном смысле подпрыгивает над этим замечательным животом. Вот это является одним из основных симптомов. Как мы можем, современные люди, помочь себе в этом плане? В этом плане мы можем себе помочь или с использованием рук специалиста. Я вам сейчас покажу методику так называемого кулачного управления. Это старая тибетская методика восстановления места локализации желудка. И о последующих приемах, которые позволят вам избавиться от опущения желудка, мы будем говорить подробно на наших вебинарах, посвященные восстановлению желудочно-кишечного тракта. Итак, кулачная практика подъема желудка на место. Итак, практика кулачного вправления или кулачного поднятия желудка на его нормофизиологическое, нормоанатомическое место. Что мы для этого делаем? Мы начали у пациента или у пациентки вот таким вот образом собираем ножки, просим максимально стопочки приблизить к ягодичным буграм. Этим самым мы добиваемся расслабления брюшной полости. Вот таким вот образом ставим кулак и по команде глубоко вдохнуть, глубоко выдохнуть и задержать дыхание. И мы ставим желудок на место. Вуаля! Как говорят наши родственники французы. Вот таким образом прямым кулаком, простым приемом мы поставили желудочек на место. Теперь мы можем проверить пульсацию? Да, теперь вы можете проверить пульсацию, коллега. Пожалуйста, подойдите и посмотрите. Ну вот рука буквально подпрыгивала до момента манипуляции. Сейчас она совершенно спокойно себя ведет. Чудеса имеют место. Быть, да. Но, пожалуйста, имейте в виду, что именно такая техника, такая техника, она хорошо работает в руках профессионала. А о простых самостоятельных методиках, как я уже говорил, мы будем подробно говорить и подробно останавливаться на наших вебинарах, посвященных восстановлению системы желудочно-кишечного тракта. Уважаемые дамы и господа, приглашаем вас на очередной вебинар, наш авторский, на котором мы подробно остановимся, на вопросах, связанных с проблемами желудка и теми осложнениями в системе желудочно-кишечного тракта, которые возникают в результате страданий именно такого важнейшего органа, как желудок. Подробности записи на этот вебинар вы можете узнать прямо под этим видео. Милости просим. На этом вебинаре мы с вами остановимся на приемах скорой помощи именно желудку. Подробности и регистрации на этот вебинар находятся сразу под этим видео. Почувствуйте исключительную заботу о вашем здоровье.